так 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 ну все пока куда ну в германию хочу съездить кешь попробовать так тебя не пусть у тебя виза нету точно блин а чё делать ты сам же сварить то можешь точно зачем нам германия когда мы сами сможем все свои так вот на сборку открываем его на страничке кельш что же у нас здесь написано а что такое кельш а это же специальное немецкое пиво светлое которое защищено специальной конвенцией которая запрещает изготовление этого пива какой-либо другой местности кроме города кельн и его окрестностей и в этой конвенции написано кельша может называться пиво первое которое сварено в кельне его пригородах второе цвет пива должен быть светлым третье это должен быть фольбир то есть пиво с начальной плотностью от 11 до 14 процентов акцент этого пива должен быть сделан на вкусе хмеля и 5 пиво должно быть фильтрованным то есть я не попадаю в первый пункт сварено в кельне его пригородах и в последний пункт пиво должно быть фильтрованным я его никак не отфильтрую это и не надо еще там нюанс там дрожжи используется специально для кельша разработанные для этого сорта пива но так как я его не нашел я буду использовать свои дрожжи так как я не попадаю в первый пятый пункт не попаду и в этот уже ну в принципе там весь прикол состоит не в затирании это обычно инфузионное затирание на трех паузах все интересное в брожении это считается вроде как l потому что первичное брожение состоит при 15 и 16 градусах вроде как элевая температура а вторичка обязательно должна быть лагеризованной при плюс четырех плюс пяти градусов еще месяц должна выдерживаться так что что у нас тут написано кольц дутатен фюр литр пельснер мальц везен мальц хел хопфен короче нихрена не понятно на кельш нам понадобится пилснера 4 килограмма пшеницы один килограмм хмель будем использовать хиллертау традишн 40 грамм я даже немножко уменьшил хмеля потому что там на 20 литров 45 грамм использовать ну слишком горький не очень люблю дрожжи вместо кельшевских буду использовать на первичное брожение гервин живи 12 а на вторичное брожение добавлю специальный лагерный мангрув м84 и что же у нас тут по плану варки весь солод засыпаем на 40 градусах доводим медленно за 15 минут до 55 на 55 выдерживаем 15 минут потом кипятком доливаем поднимаем до 64 выдерживаем 40 минут потом кипятком поднимаем до 72 20 минут выдерживаем вуаля потом фильтрация варим 90 минут хмель добавляем 20 грамм за час до конца варки и 20 грамм за 20 минут до конца варки горечь у нас будет составлять 20 22 единицы по айби у такая горьковатая получится вот первичку будем при 15 16 градусах и вторичку в погреб при плюс пяти плюс восьми градусах три-четыре недели ну вот и все будем заморачиваться отличный помол меньше чем за две минуты наливаем сначала литров 15 16 и сразу же ставим остальную водичку литров 5-6 чтобы потом этим кипятком поднять температуру до 60 на и сразу же достанем наши дрожжи чтобы они оттаивали 9 12 я и заморозил с медом криопротектором мед хорошо покипятил в течение часа и залил дрожжи и заморозил сейчас они вот в нормальной температуры оттаят немножко я их потом пункт туда температурка 42 градуса бак ставим на маленький огонь чтобы от 40 градусов до 55 у нас плавно поднялось к ваш мать им все за страшной силой все за 15 минут поднимаем до 55 градусов нас минут прошло температура 55 градусов сейчас еще 15 минут чтобы у нас аминный азот немножечко пептида задала вообще протеолиз хорошо действует в более густых заторах поэтому у нас вот в этом заторчике будет все нормально с аминным азотом все 15 минут и поднимаем до осахаривания 65 белки пощиплены в труху поднимаем до осахаривания красота 67 градусов вот на 40 минут нам должно хватить 67 я думаю до 40 минут до 63 может упадет как раз нашей нашем коридоре но я налью сразу воды для поднятия до 72 градусов и того у нас получится 16 литров первоначальная залил потом 7 литров где-то добавил получилось 23 литра потом еще 7 литра вот эти уже до 72 подниму полочек получится 30 литров и литров у меня 8 еще останется ну как раз две бутылки по 19 литров 38 литров у меня воды уйдет на 5 килограмм солода 40 минут прошло поднимаем до 72 73 практически как в аптеке 15 минут 20 минут и остаток воды нагреваем для промывки 20 минут прошло все фильтруем с бродильных ямкостей так пивом свежим я не знаю пропиталась такой запах обалденный водичка у нас дело конечно до восьмидесяти градусов ну градусов 60 есть промывочная вот у нас литров 30 фильтрация закончена а бак наш промываем ну и все быстренько меняем местами а мы тут померяем наше плотность нашего сусла я его охладил вот ровно десять процентов у нас за время кипячения выпариться какая-то часть ну я думаю от одиннадцати до двенадцати у нас будет плотность то что надо пива сик светлый видно как белок этот плавает лохмотьями интересно 20 минут до конца добавляем еще 20 грамм нашего тратишина 20 минут до чем на охлаждение и праймера набираем чтобы отстоялось 43 литра нам хватит хлопухи не плавают ну а сейчас попробуем через наш мешочек продезинфицированный в коньяке 23 литра и 3 праймера 26 плюс парка короче 25 литров засеиваем вот наши живи 12 оттаяли коньячишка все нормалдей на брожение что тут у нас осталось хорошо белок просворачивался лохмотья такие ну можно и отметить же хей красота но чтоб не хуже получилось Моджестик Кельш отбродил у нас неделю Даже 8 дней Переливаем его на вторичку Добавляем вот разбродил Дрожжиков Богемиан лагер И отправляем его Плюс 5 градусов в погреб И там оно будет Дображивать еще целый месяц Гервиновские дрожжи Осядут А богемские будут работать Ну как то так Все, потащили в погреб Все Ставим сюда Рядом с медовухой Плюс 5 градусов у нас Месяц в погребе Блин, 19 апреля Это что такое? Ну а мы идем разливать наш кельш Уже месяц стоит Не месяц Три недели Красивенький Дрожжики Очень аккуратненькие Немножко их Класс Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот, кельш готов Все, постоит немножко И можно дегустировать Ну что, друзья Кельш готов Хорошо Закарбонизировался Поспел Жара на улице Ну как же 25 градусов Нормально Как раз само то Легкое Душистое пивко Ну, по уверениям немцев Будем пробовать А, они ж Не пьют С таких кружек Кельш Пьют С 200 граммовых стаканов По-немецки Штанги Называется А некоторые Особо извращенные И со 100 граммовых Пьют Ну что Попробуем По-немецки Свет Красивенький Пенка тоже Красивенькая Хмель Хмель хорошо Ощущается Прямо Основной Основная нота Хмелевая Такая Травяная Травяная Цветочная Какая-то И земляная Немножечко Как Земелька Свежая Есть Мне это Пиво Посоветовал Сварить Подписчик Гарик Танкист Ну Привет Гарик Спасибо Попробуем Немецкого Пойла Очень Очень Необычно Оригинально Очень Неоригинально Под стандарт Обычного Пива Пиво Вообще Не подходит Это Надо По другой Категории Мерить Это Такое Специфическое Пиво Хмелем Чисто Хмелевое И Привкус Такой Сладковатый Травяной Солодового Вообще Не ощущается Вот Такая Приятная Газировочка Чуть Сладковатая С кислинкой И Травяной Запах Ну Как раз Для Лета Для Жары Вообще Супер Будет Уходить На Ура Такое Чем-то Квасок Напоминает Чуть-чуть Квасок Очень Очень Хорошо Жару Будет Уходить Я думаю На Ура Все-таки Есть Резон Приятный Запах Но Опять-таки Неоднозначно Некоторым Людям Знакомого Дал Категорически Не понравилось Категорически Говорят Что Большего Говна Вообще Не пили Потому Что Это Не пиво Ну Даже Не знаю Как сказать Ну Другая Категория Пиво Тоже Пиво Только Другая Категория Оригинальное Вкусное В жару Самое То Супер Спасибо Черт Ковой Матери Пускай Они там Сами Вращаются Стаканами Пьют Мы Кружками Будем Пепенится Как Настоящая Поторопился Теперь Надо Осаживать Ну Что Я Вот С улицы Пришел Жарко С Погреба О Нормальный Вариант Югенькая Хмель Очень Хорошо Ну Горечи Такой Сильной Нету Чуть Чуть Уже После Вкусия Горчиночка Идет Чуть Чуть Ну Хмеля Много Получается 2 грамма На литр Можно Расценивать Как Лечебное На ночь 200 Грамм Спать Будете Как Младенец Варите Хорошее Пиво Пейте Наслаждайтесь Жизнью Подписывайтесь На канал Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...